Недавно многие узнали, что игрок в CSGO погиб в автомобильной аварии. Его друзья написали об этом в твиттере, и даже админ ЕСЕ принёс свои соболезнования. Но на самом деле, он не умер. Итак, что вообще произошло? Здесь прям целая история. Игрок в CSGO инсценировал собственную смерть. Итак, в воскресенье, 14 июня, аккаунт в твиттере с именем KSRav написал следующий пост. Пакуйся с миром Миху, он был хорошим человеком, и то, что произошло реально стрёмно. Человек, о котором он говорил, был его друг Миху, игрок в CSGO с длинной историей игр на ЕСЕ. Если вы не огромные фанатики CSGO, ЕСЕ это платформа, которая за определенную сумму даёт доступ к лучшим серверам и более автоматизированной отечественной системе. ЕСЕ также имеет собственную систему либийских лиг, где вы со своими друзьями можете поучаствовать в турнир по CSGO. И несмотря на то, что твит Рафа был считаемым в данной ситуации, а Миху довольно известный игрок на CSGO сцене, эта новость быстро вышла из-под контроля, потому что Миху вовсе не умер. Да, он инсценировал собственную смерть. Но причина, по которой он это сделал, не так просто, как кажется на первый взгляд. И мы ещё вернёмся к этому моменту. Я переписывался с Рафом, и он не знал, что эта новость фейк перед тем, как выложил твит. Он реально думал, что его друг умер, потому что узнал новость о тех людей, которым доверяет. В дальнейшем эта новость дошла до ОСУ Дэнка. Помимо того, что он тренер, он ещё и работает в техподдержке игроков ранка S в ЕСЕ. И если вы не знали, то ранк S это, по сути, самый высокий соревновательный рейтинг на ЕСЕ. Куча про игроков из прошлого, и не иначе его с этого начинали. Я также говорил с ОСУ Дэнк, который был расстроен слышать данную новость про смерть Миху, особенно после того, как за несколько часов до этого он разговаривал с ним. И где-то в 14.30 я увидел твит от его тиммейта, или друга, неважно, в котором было сказано, что он погиб в автокатастрофе. И я сразу же побежал в твиттер, спрашивая, что произошло и как. И мне его племянник сказал, что его сбил пьяный водитель. После этого я написал твит, потому что всегда обидно, когда кто-то из твоего комьюнити умирает. Это очень обидно. После всего этого люди увидели, что Миха играет в CSGO на ЕСЕ. И да, он не умер. И когда эта информация дошла до ОСУ Дэнка, он написал еще один твит, где сказал, что разочарован, что эта новость была написана просто, чтобы поржать. И теперь факт, почему он это сделал, возвращается на стол. И это достаточно странно. После того, как люди поняли, что Миха не умер и играет в матчи в лигах на ЕСЕ, несколько беспортийных сайтов написали об этой ситуации. В статьях было указано, что Миха инсценировал собственный СМЕ, чтобы обойти 30-дневный бан на его аккаунте. И они приписали это к нему. Но это неправда. И вот почему. Во-первых, после того, как эта история завирусилась, Миха написал в твиттере, что он это сделал не с целью обойти 30-дневный бан на аккаунте, потому что он и его друзья подумали, что это будет смешно. И ко всему этому многие не поняли, как работает правил сообщественной ЕСЕ. Миха получил 30-дневный бан за оскорбление во время квалификации в ранг С. Это был его четвертый бан за оскорбление других игроков, и его восьмой бан на ЕСЕ, начиная с 2017 года. И по поводу последнего бана, Оссо Дэн говорил смеху за несколько часов до его смерти. Он связался со мной через Дискорд и спросил меня насчет бана. Я тот человек, который не будет пререкаться с кем-то, поэтому сказал ему, что почему он был забанен, и в чем, собственно, причина. Итак, если вы забанены в квалификации на ЕСЕ, вы можете с командой продолжить участвовать в матчах Лиги. И я понимаю, звучит запутанно, но ЕСЕ делает именно так, потому что у них есть расписание. Это только применяется к жестким банам. Например, игнорирование бана ты уже не можешь играть в Лиге. Но если это нарушение дисциплины, где ты забанен из простых матчей, мы разрешаем играть в Лигах, потому что будет очень много проблем с расписанием, если этого пункта не было бы. Поэтому вариант, что Миха инсценировал собственную смерть, чтобы обойти 30-дневный бан, не имеет смысл, потому что по правилам сообщества на ЕСЕ, Миха был разрешен дальнейшим участием в Лигах. Вот поэтому он играл, через этот момент его и поймали, и мы находимся уже здесь. Окей, мы продвинемся так далеко, и ничего не услышали конкретно от Миху. Я написал ему, спросив, как это все началось, и почему он решил инсценировать собственную смерть. И он мне рассказал, что на это надавил его тиммейт по Валоранту. И да, он подписал контракт с командой по Валорант Триллиум, и уже зарабатывает неплохие призы, и для него, надеюсь, все хорошо. По словам Оса Дэнко, он не думает, что Миха получит еще один бан, потому что произошло это в Твиттере и никак не было связано с ЕСЕ. И неважно, Миха переждет бан или продолжит дальше играть в КС или в Валорант, надо говорить, что эта история очень абсурдная. Но это не первый раз, когда кто-то из киберспортивного или стримингового мира пытается что-то инсценировать. Чувствуется, это происходит каждые полгода. Мы же освещали историю, когда канадский ютубер Джей Стейшн инсценировал смесь собственной девушки и собственный арест перед тем, как она сама вышла на публику со словами, что это безумие, и я не хочу сменить с этим дело. Был еще случай про когда-то популярного ютубера по Team Fortress 2, SkinChuck, где он рассказал про свою неизлечимую болезнь и он через 3 года признал, что все это фейк. Итак, еще одна сумасшедшая история про ужасное вранье, даже если это было в качестве шутки. Теперь видим это норму в интернете, а еще думаю, что тебя не поймают на этом. Всем спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось данное видео про абсолютно абсурдные случаи в CSGO. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте, что каждый комментарий для нас важен. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на донейшн на лёд есть внизу в описании. Также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы и новости нашего канала. Всем до скорой встречи и увидимся в следующих видео.